Добрый день, меня зовут Корнегрузов Александр, и я приветствую вас в передаче «Студия Свободы» на портале Альфа-Ньюс. И сегодня мы поговорим о тех горячих новостях, которые вышли сегодня, о тех проблемах, которые обсуждаются сегодня в обществе. И начну с первой новости, которая составлена из слов нашего премьер-министра, господина Филата. Он заявляет, что Конституцию нужно отредактировать. Цитирую его слова. В рамках реформы предусматривается ряд конституционных изменений, кроме этого следует узаконить название языка, на котором мы говорим, подчеркнул господин Филат. Он уверен, что новая конституция необходима для обеспечения нормального функционирования государства. Цитирую опять же господина Филата. История показывает, что только в условиях стабильности можно результативно двигаться вперед, сказал Филат, признав, что в правящем альянсе мнения по конституционной реформе расходятся. Ну, мы с вами не раз говорили о том, что альянс будет менять конституцию. Ему очень нужно поменять конституцию, потому что только так они смогут протолкнуть свои идеи. И то заявление, которое он говорит по языку, это начало смены неудобных пунктов конституции нашей, потому что не только язык не устраивает альянс в конституции, но и другие довольно многие пункты. И сегодня с вами в студии ведется совместная передача Григория Петренко. Григорий, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Григорий, вот эта новость сегодняшняя о том, что уже начались открытые разговоры о смене конституции, о том, что она не устраивает альянс, о том, что нас пытаются убедить, что и нам эта конституция не нужна, потому что язык не тот, еще какие-то пункты не соответствуют желаниям правящего альянса, потому что последние заявления альянса говорят о том, что им по барабану на народ, как они хотят, так и будет. Вот ваш комментарий к этой новости какой? Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, вы тут заметили прямую речь Влада Филата, что следует узаконить название языка, на котором мы говорим. Это что, наметует в виду, что сейчас он говорит на незаконном языке? Мне просто так сразу же слух прорезало. Может, он имеет в виду, что он говорит на языке, а вот язык называется неправильно в конституции? Ну, вопрос названия, не названия, я думаю, что это не Филату решать в принципе, то есть он сам, само лишнее не может этого сделать. С точки зрения, скажем, если спросить у народа, то мы прекрасно понимаем ответ большинства народа, то есть люди говорят на языке, который сложился уже веками. И я не думаю, что люди принут пожелание некоторых граждан с румынскими паспортами, чтобы язык, на котором, как считают эти граждане с румынскими паспортами, назывался языком той страны, гражданами которой они являются. Я имею в виду большинство населения, которые не принят. Ну вот, смотрите, дальше в тему следующая новость звучит так, что либеральная партия предлагает официально переименовать национальный праздник Лимбануастры в Лимбануастрыча Румыны. Мы только что прошел этот праздник, и уже в открытую во всех СМИ и везде говорилось о том, что это Лимбануастрыча Румыны. Ну, господа, есть конституция, которая четко говорит, что язык является молдавским. Законом это сделать не получится. Нужно менять конституцию. Зачем вот такие вот заявления, зачем вот такие вот пустословства? Можно я вам вот скажу? Да, ответьте, пожалуйста. В двух словах. Во-первых, у либеральной партии сегодня нет повестки. То есть повестка, в рамках которой она могла бы быть интересна обществу, у нее исчерпана полностью. И сегодня, искусственно нагнетая ситуацию с языком, с самоидентификацией, но боясь сказать о том, что необходимо отказаться от государственности, они вот играют в некое такое перетягивание такого каната на пограничные, скажем так, территории. Я имею в виду пограничные в плане правового поля. Для того, чтобы поддерживать свой электорат потенциальный, который, возможно, хотел бы за них проголосовать в будущем. Григорий, я вот наблюдаю за всем этим. Может быть, это уже подготовка к какой-то предвыборной кампании происходит. Мы видим, что партии опять вытягивают свои козырные тузы из рукавов. И вот либеральная партия начинает свою кампанию, подготовку. Мы ведь не знаем, а им-то известно лучше, будет досрочная кампания или не будет предвыборная. То есть вот эти голословные заявления, это понятно, что это заявление действует на сторонников либеральной партии, потому что больше никто не поддержит эти голословные заявления. Я думаю, что либеральной партией необходимо начать называться уже откровенно или открыто, скажем, румынская партия Молдовы. По примеру, скажем, венгерской партии в Румынии. То есть партия определенного национального меньшинства, которая продвигает его интересы, и тогда все станет ясно и все станет точно. То есть румынская партия Молдовы хотела бы, чтобы в Молдове был язык той страны, интересы которой она представляет на нашей территории. Вот четко, ясно, понятно, сразу же все становится. Но вопрос, готовы ли они действовать в противовес Конституции Республики Молдова? Так, вы же подождите, вы же только что говорили о том, что они хотят продвинуть Конституцию новую. И они являются одной из партий, которая участвует в разработке новой Конституции. Другая партия, либерально-демократическая, я недаром сказал, что там ее тоже возглавляют граждане с соседнего государства. Она тоже участвует в разработке Конституции. Они заинтересованы в том, чтобы новая Конституция была принята, потому что они продвигают интересы той страны, гражданами которой они являются, и которой давали клятву на верность, на служение. То есть может быть и тот пункт, четвертый в 41-й статье, если не ошибаюсь, Конституции, где запрещается деятельность партии, организаций, призывающих к нарушению интерталент-целдности, то есть призывающих к каким-то другим вещам не очень хорошим, потому что мы видим, что другая партия, которая национал-либеральная партия, она зарегистрирована, и никто не призывает к ответу ее лидеров. Эта партия поддерживает марши, поддерживает унионистов. И это все... Вот клубочек разворачивается, я вижу, что осенью он развернется до конца. Давайте будем вот здесь немножко конкретно в наших высказываниях. Мы видим, что некоторые партии действуют вне рамок правового поля. Ну, одни вне, другие на грани. Это политические партии, да. Сегодня, скажем так, вернуть их в правовое поле очень сложно. Но их действия, я имею в виду действия по призыву освежения, вернее не освежения, а утере государственности республики Молдова через объединение, как они там называют, да. То есть это прикрывает такой некой ширмой демократии и права народа на самоопределении, право народа быть единым. Вот. Их действия рано или поздно все равно будут квалифицированы, потому что по таким правонарушениям нет срока давности. Квалифицированы, то есть через Уголовный кодекс? Словно. То есть они, когда они потеряют власть, когда они будут, скажем так, вне иммунитета, который им дает сегодня законодательство, они все равно ответят за это рано или поздно. Тут как бы примеров много и начиная там, я не говорю сейчас о форме, я говорю сейчас о сути, вернее не говорю о сути, говорю о форме. Пример соседней Украины. Там есть пример министра, которая нарушила закон, которая сегодня отвечает. Есть пример министра другой, который был раньше Тимошенко, это Петр Лазаренко. Да, он тоже сегодня сидит в тюрьме. То есть прослеживается то, что закон действует вне зависимости от того, какого ранга чиновника или политической силы. Вот этот же пример, я думаю, что вполне может быть принят республика Молдова. То же самое в Румынии, пожалуйста, то же самое. Мирчи Джоанна, например, бывший пример. Ничего страшного, я думаю, что Молдова, взяв пример двоих своих соседей, при следующей конфигурации, следующей власти, да, она сможет... Перенять все самое лучшее из Украины, из Румынии. Не знаю, насколько лучше, но во всяком случае торжество закона, я думаю, что ждут и хотят многие граждане. И, знаете, если только начнутся первые шаги со стороны новой власти в отношении тех, кто нарушил закон сегодня, общество поддержит, выдаст мандат доверия на такие шаги. И поддержка общества будет большая. Это я не сомневаюсь. Григорий, вот эти все разговоры касаемые руинского языка, касаемые объединения. Вот мы сейчас много говорим о референдумах, да? Пожалуйста, господа, проведите референдум, на котором все молдавское общество высказается. Куда оно хочет? В таможенный союз, либо в Румынию, в ЕС, либо в Евразийский союз. Но почему не хотят проводить этот референдум? Вот следующая новость о том, что заявление Шелина, что если не допустят референдум, начнем борьбу по отстранению альянса от власти. Ведь референдум – это высшая власть народа. Референдум – это возможность спросить у людей, которые избрали этих представителей народа, собой управлять. Но также и референдум – это возможность в любой момент, если возникли какие-то вопросы, недопонимания, ответить. То есть, чтобы люди сами ответили на эти недопонимания. Власть боится самой возможности, мы говорили в передачах, прецедент. Прецедент того, что люди без помощи парламентария, без помощи власть имущих, сами возьмут и начнут управлять государством. Ведь через референдум это возможно. И есть примеры Швейцарии, где действительно они проводят по 4, по 6, по 8 референдумов в год. И спокойно к этому относятся. Это нормально. Это действительно высшая демократия. Григорий, как вы относитесь к тому, чтобы он, например, в Молдове проходил каждый месяц по референдуму? Знаете, нам закон это позволяет. Более того, я полностью с вами согласен, что, скажем так, общество вправе проводить референдум или граждане проводить референдум тогда, куда считают нужным. Согласно законодательству. Те, которые, скажем так, уверены, что, допустим, депутаты, что только они могут принимать законы и все, пусть они откроют законодательство и прочитают. А вот, кстати, мне здесь подсказали, раз в два месяца можно... А что, проводить референдум? Да, как законодательство. Значит, мы говорим просто о праве либо неправе проводить референдум. Ведь представители власти это те люди, которым делегирована эта власть общества. Но когда общество видит, что, скажем так, делегированная власть используется не по назначению, либо ей злоупотребляют, общество может убрать этих посредников и принимать решение, и принять свое решение тогда, когда оно считает нужным. Это есть в законе. Либо общество избирает, допустим, депутатов, граждане избирают депутатов на выборах, и уже депутаты формируют правительство. Либо общество без депутатов принимает решения какие-то, которые становятся законным. Ведь вы посмотрите, допустим, референдум, для меня тема близка, референдум о вступлении Молдовов-Таможенный союз. Ведь этот закон, как таковой, то есть законодательный референдум, этот закон уже не должен промульгироваться, например, президенту. То есть после принятия решения он автоматически вступает в силу. И уже все законы, которые у нас действуют, все договора, которые у нас действуют, которые были приняты либо разработаны ранее, они должны быть просто перестроены под этот новый принятый закон. И здесь уже вопросов быть не только не должно, но и не может. Потому что общество высказало свое мнение. Это стало законом, прямым законом, без каких-либо обсуждений, объяснений и так далее. Ну вот мы с вами стали очевидцами некоторых передач, в которых говорится, что граждане не могут решать такие вопросы. Граждане некомпетентны, граждане не понимают всего этого, не разбираются. Поэтому избранные политики этими гражданами будут решать эти вопросы. А мы простые избиратели, мы те, кто голосует за этих политиков, должны просто смотреть им в рот и делать так, как они нам говорят. Вот такая позиция власти. Но тут сразу же противоречие. Противоречие в чем? Если общество может избрать политиков, политики у нас тоже избираем, я имею в виду политики в парламенте, то есть, если общество может избрать текст одного депутата и оно компетентно, то кто может говорить, что обществу некомпетентно напрямую принимать решения относительно своей жизни, относительно своего будущего? Да, можно ошибаться в человеке. То есть, человек сегодня говорит правду, а завтра обманывает. Но во внешнеполитическом курсе, в желании жить в таком-то, таком-то, таком-то ключе, в желании дружить с теми-то, с теми-то странами, желание строить отношения так-то и так-то, общество в этом ошибиться не может. Политики могут попытаться навязать, и это называется узурпация власти с целью обслуживания чьих-либо интересов. В истории более чем достаточно примеров, когда политики действовали таким образом, что не спрашивали общество, как им поступать. Но ни один из этих политиков в итоге не оказался чистым перед своими согражданами. Более того, достаточно примеров, когда политики, скажем так, вынуждены были ответить за свои деяния. И даже те, которые еще вчера поддерживали этих политиков, в момент, когда этих политиков призывают к ответу, становятся на сторону общества. Но я сейчас обращаюсь к нашим политикам. Стоит вам, господа, задуматься. Ведь говорить о том, что народ некомпетентен, это чревато последствиями. Ведь народ – это все мы, все те, кто вас окружает. Вы можете себе построить большие каменные дома, вы можете оградить их заборами с колючей проволокой, вы можете передвигаться строго в машине на работу и с работы. Но от народа вы никуда не уйдете, вы не сбежите и никуда не денетесь. Рано или поздно придется за все отвечать. Поэтому те, кто еще не так сильно замазан, те, кто понимают, что происходит в стране, имею в виду тех депутатов, которые все-таки не все там настолько бессовестны и, знаете, имеют такие счета, что им не о чем беспокоиться, подумайте, куда ведут вас ваши лидеры, к чему вы придете. Ведь результат может быть плачевный, а у вас есть семьи, у вас есть дети, на которых будут потом показывать все общество. Посмотрите, чьи это дети, посмотрите, чьи это жены. Задумайтесь, пожалуйста. Потому что ситуация ухудшается не только для нас, но и для вас. Маневра не остается ни обществу, ни политику. А сейчас я перейду к следующей новости. Для меня это был не шок, очередная комбинация правящего альянса. В Кишиневе планируют установить памятник свободы. Вот нам нужен такой памятник свободы. То, что нам нужен памятник свободы, я согласен. Но памятник свободы будет посвящен жертвам апрельских беспорядков 2009 года. Построить его власти планируют в четыре этапа. На реализацию первого этапа потратят 277 тысяч леев из резервного фонда. То есть из наших денег. Понятно всем, да? Такое решение было принято сегодня, 5 сентября, на заседании Кабинета Министров. Памятник планировали установить еще в 2010 году. Отмечалось, что на реализацию проекта потребуется 7 миллионов леев. Памятник представляет собой наклонный кресль 12 панно. Автор макета памятника Тудор Катарага скончался в декабре 2010 года в результате ДТП. Скажите мне, пожалуйста, те, кто голосовали за принятие, за запуск этого памятника, каким образом вы хотите объяснить нам, что школы закрываются, сокращаются субсидии, пенсионеры забирают последние вот эти дотации, а вы хотите насть памятник, которые стоят 7 миллионов леев. Вот вы будете ставить такие памятники в городе. Значит, на памятники за такие деньги есть средства, а на школы и на субсидии нет средств. Знаете, Григорий, власть, я то, что я вижу, власть срывает последние маски, знаете, как луковица. Одна маска, вторая маска, то есть первую маску они сняли с себя после событий 7 апреля, то есть это была первая такая масочка, они ее сняли. Сейчас мы видим, что скоро масок не останется, и мы увидим реальное лицо этой власти, те, кто еще не видел его, потому что журналисты и политики прекрасно понимают, что это за власть, учитывая то, как они поддерживают марши унионистов, учитывая то, как они покрывают вот эти вот организации, в том числе, я говорю сейчас и акции Уни-2012, то есть мы переходим к следующей новости, которая звучит так, гражданская платформа Акции Уни-2012 согласилась именить маршрут. Вот их заявление. Мы открыты для диалога, а не для насилия. Именно поэтому мы приняли предположение местных властей. Нам интересно, как отреагируют коммунисты и согласятся ли они мирным путем, как утверждают они протестовать с кирой театра оперы и балета. Заявил лидер гражданской платформы Акции Уни-2012 Константин Кадрианов. Я хочу напомнить Константину Кадрианову, что заявку на проведение митинга на площади дали не коммунисты. Отдала партия Патриота Молдова. И то, что в речевках Акции Уни-2012 и вот в этом противокоммунистическом настрое может быть ребятам не дали новые вводные, то есть не сказали, что коммунисты уже не выходят против них. Коммунисты не появляются там, где есть Акции Уни-2012. Григорий, как вы прокомментируете вот эти заявления, потому что мы, будучи в Бельцах, видели, что все равно звучат антикоммунистические лозунги. Тут может быть несколько мнений. Я могу сказать точно об одном, что Акции Уни-2012 финансируется не только из-за рубежа, но в том числе и какими-то политическими силами у нас внутри. заявление Константин Кадриану о том, что он не боится коммунистов, о том, что он будет навязывать коммунистам и так далее, я лично вижу как некий пиар самой партии коммунистов. То есть получается, что Константин Кадриану якобы видит своего основного оппонента это партию коммунистов. Но неспроста же он говорит о том, что коммунисты согласятся, коммунисты это вот, коммунисты это вот, хотя коммунисты в Бельцах вообще на километр к ним не подошли. Где-то километр-полтора у них разница. Да, это один момент. Второй момент может быть это просто попытка скажем так тех, кто стоит опять-таки за Акционе 2012 показать, что коммунисты могут участвовать, если какие-либо будут провокаться опять-таки свалить это на коммунистов. Третий момент может быть еще какой-то. То есть понимаете, что Акционе 2012 несмотря на то, что она антиконституционная она интересна различным силам, в том числе для того, чтобы пропиариться самим и выставить своих оппонентов. И здесь может быть и полезно коммунистам например и не полезно коммунистам. Полезно либералам, не полезно либералам. Полезно либерал демократам, не полезно либерал демократам. Демократам не знаю. Насчет демократов не знаю, честно говорю, потому что что так, что так, очень сложно сказать. Вы знаете, учитывая то, где был Мариан Лупу в последнем своем визите, я немножко недопонимаю, что происходит. Один из лидеров демократической партии стал вице-председателем социал-демократического международного. Да, то есть что происходит с партией непонятно, потому что заявления одни, а действия другие. Ну, я думаю, все-таки осень все расставит на свои места. Мы действительно увидим, кто чей и кто за что. Ну, наши политики одни такие интересные по-своему. То есть они могут быть сегодня представителями одного течения, а завтра неожиданно и быстро стать представителем другого течения. И мы не раз это наблюдали. То есть еще вчера это член Народного фронта, а уже сегодня он такой не член Народного фронта. Давайте перейдем к следующей новости, потому что она тоже касается Европы, она касается тех событий, которые происходят в нашей стране. Хотя она такая довольно банальная, но и оригинальная. На молдавских трассах появится понос надписью «Дорога отремонтированное средство ЕС». А ЕС заплатит за рекламу? Ну, я думаю, что это входит в финансирование «Дорога». То есть ЕС стала вкладывать в этом году, я вот со своим знакомым разговаривал, что в этом году пошли огромные деньги, ну, для Молдовы огромные, на строительство «Дорога». То есть вопрос, почему до сих пор в инфраструктуру Молдовы не вкладывались деньги, почему только в этом году. И в разговоре со своим товарищем, вот мы это обсуждали, пришли к выводу, что те гранты, которые выделяются, сумасшедшие гранты, мы говорили об этом, и вот сегодня была гость передачи «Без цензуры» Майла Гуд, она говорила, что те гранты, которые приходят в страну, они должны на что-то уходить. И просто так уже давать не будут, то есть, как один из вариантов на дороге. Потому что вложения колоссальные, но чтобы мы не забывали, откуда эти деньги, чтобы мы понимали, кто хозяин в стране, вот будут писать, что эти деньги, дороги построены на средства ЕС. Я не слышал где-то, что в какой-то стране мира были такие панно, которые бы сообщали, на чьи деньги построены дороги. Знаете, следуя логике, скажем так, тех, кто хотят выставлять панно, мы должны на каждом доме повесить серп и молот и написать «сделано в СССР». Я имею в виду вот хрущевки, то, что было построено до 1991 года. На каждом дереве поставить табличку «Посажено комсомольцами» или «Коммунистами» в СССР. Ну и так далее. То есть, на каждом мосту, например, тоже такую вывеску сделать. То есть, если мы уже идем на такую, давайте уже будем корректны. То есть, все, что было построено до 1991 года, везде обозначите, что это было построено в Советском Союзе? Давайте мы не писаем, что сделано в СССР. Что было сделано, скажем так, при помощи Евросоюза, будем писать, что сделано при помощи Евросоюза. Что сделано самой Молдовой, ну давайте тоже будем писать. Ну, я думаю, не так много будет табличек. Да, в том-то и дело, что, к сожалению, не так много будет табличек. Понимаете, мы столкнулись с тем, что сам общий уровень, я имею в виду общий интеллектуальный уровень существующей власти, а, соответственно, и первообразных ее, я имею в виду дальше по ступеням, которые идут вниз от политического олимпа, он настолько низок, что представляет из себя некоторый такой уже фарс. То есть, это уже даже не смешно. Просто вот фарс, просто вот какое-то издевательство. И при том, что сами же власти не понимают, что они делают. То есть, они не понимают, как их подчиненные заместители и так далее дискредитируют их в глазах общества. Они не понимают, почему общество их не любит. Они набивают себе карманы как можно быстрее сейчас откатами, грантами, взятками, я не знаю, чем еще. Ну, я сужу по тому, в каких они домах живут, на каких они машинах ездят, куда они летают отдыхать и так далее. На свою зарплату, извините, они этого позволить себе не могут. И они как можно быстрее набивают эти карманы, потому что они понимают, что наша страна для них это средство очень быстрого обогащения. И чем быстрее они напихают карманы, тем больше шансов, что они больше денег смогут оттуда выкачать. Это греко-фонариотская система, так называемая. Она уже проходила, она уже была в республике Молдова, тогда еще Молдова. То есть мы никак не можем избавиться от своего прошлого? Ну, мы от прошлого никогда и не избавимся. Дело в том, что мы эволюционируем, либо деградируем. То есть сегодня мы деградируем. Если говорить о деградации, рыба гнезд головы. Если говорить о греко-фонариотской, то да, ведь были греки, да, сейчас у нас румыны, давайте называть вещи своими именами. То есть опять... Но управление все равно тогда было из порта, а сейчас... Я имею в виду из порта из Турции, да. А сейчас управление... Ну, Вашингтон. Вашингтон, Брюссель, да. Да, то есть ничего не меняется на этой планете. Да, греко-фонариотская система осталась. Смена только персонажей, которые мелькают в телевизоре. Я бы сказал сейчас бухарестко-колонистская. Бухарестко-колонистская. Да, вот такая вот система, бухарестко-колонистская система, которая управляет в Молдове. Ну, да, да, очень-очень похожа, к сожалению. Но я вам хочу сказать вот что, что и тогда эта система была уничтожена очень жестко, и те, которые, скажем так, не успели выкрутиться, им их соотечественники не позавидовали. Так же самое будет сделано и здесь. Причем это произойдет очень быстро. Очень быстро. То есть наступит момент, когда раз, и все поменяется. Но об этом должны договориться внешние игроки. Я имею в виду мировые игроки. Евросоюз, США, Россия, Китай. То есть в нашем регионе, допустим, это будет Россия, Евросоюз, возможно, частично Соединенные Штаты Америки. И вот поменяется, повернется это очень быстро, потому что все зависит... Знаете, что большие системы, они очень долго-долго-долго еще держатся, потому что у них есть какая-то инерция. Но в какой-то момент системы меняют свое поведение на мировой арене. И маленькие страны, и те, кто в них управляют, и те, кто представляют интересы этих систем, в случае смены, они просто перестраиваются. И маленькие страны перестраиваются так же быстро. И так же быстро произойдет у нас, и мы с политической элитой. Я, по крайней мере, очень многим из них сегодня не завидую. То есть кто успеет убежать, те будут счастливчиками. Кто не успеет убежать, то их ждет не очень хорошее окончание. Их, их дети, их родственники, те накопления, которые у них есть, они могут, скажем так... Лишиться их. Лишиться их, да. В лучшем случае. Пострадать от того, что они сделали сегодня со страной. Ну и давайте перейдем к последней новости. Тоже комичная, конечно, новость. Но других новостей от нашего премьер-министра в последнее время я не вижу. Значит, премьер-министр Влад Филат предложил запретить компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, владеть СМИ и банками. Об этом он заявил в ходе заседания правительства. Передает ЕНЮС. Я читаю с ЕНЮСа. Значит, хотелось бы, чтобы у нас был закон, запрещающий офшорную компанию фигурировать в экономических процессах с участием государственных денег. Мы можем запретить им содержать СМИ и банковские компании, заявил премьер. Как он это видит? Вопрос. Либо запрещаются все сделки с офшорными компаниями, а по-другому не получится. Господин Филат что, решил навязать мировые законы? Потому что... Я думаю, он играет под мировые законы. Ну, это популистские заявления. Я вот вижу, что пошла череда популистских заявлений, которые вроде бы правильные, но если взять и разобраться в сути... Да, то есть ему хотелось бы, чтобы у нас был закон. Ему так хотелось бы. Но не он принимает эти законы. И как это будет расценено международными игроками, да? Вы знаете, я думаю, что здесь игра очень интересная. Ведь не секрет, что на международной арене столкнулись сегодня вот элиты, скажем, мировые элиты, те, которые были достаточно сплоченные еще 20 с чем-то лет назад, когда еще был Советский Союз. Вот сегодня мировые элиты прекрасно понимают уже, что земной шар маленький, то производство, которое сегодня производится, оно уже уперлось. Кризис, кризис, к слову повторяемое. Вы пошли вниз уже. Да, слово повторяемое, но это все вызвано объективными причинами. И сегодня будут меняться модели. А вот что касается устаревших моделей, одна из глобальных группировок или одни из элит, они настроены на то, чтобы деньги уходили в офшор, я имею в виду англосаксы. Чтобы деньги из всех создавать нестабильность, деньги уходят в офшоры. Офшоры, как правило, держат англосаксы, они находятся на островах. Вы знаете, да, что британское Содружество наций. И за счет этих денег, которые приходят в офшоры, англосаксонские, скажем так, элиты, они дают снова в долг другим странам эти деньги. То есть они их просто используют для накопления. То есть как отреагируют вот эти элиты на такие заявления? Конечно, мы понимаем, что этого закона не будет принят, но в случае, если бы приняли такой закон. Я вижу, что здесь он, Филат, имею в виду, начинает играть в интересах континентальной Европы. То есть вот он говорит, что нужно запретить офшорным компаниям держать свои СМИ в Молдове и свои банки в Молдове. То есть мы говорим о том, что офшорные компании принадлежат, как правило, англосаксам на мировой арене. А Европа сама не хотела бы, чтобы офшоры чувствовали себя вольготно. Мы видим, как Европа тоже относится к офшорным. То здесь Филат выступает в интересах группировок, которые, скажем так, проконтинентальны. Но внутри самой молдавской элиты, внутри самой молдавской власти происходит определенное столкновение. Что я имею в виду? Одни из групп ориентируются на то, чтобы уводились деньги в офшоры. Как это можно сделать? То есть необходимо создать абсолютно налоги, абсолютно нелогичные для того, чтобы развивался бизнес. Тогда бизнес выводит деньги из страны. Вмываются деньги из страны. В те же самые офшоры, да. Второе, создать условия для того, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. И Филат до конца лета занимался тем, что вымывал деньги из страны, создавая неблагоприятные налоговые условия. Сегодня страна столкнулась с тем, что денег нет, впереди зима. Очень сложная ситуация, возможно. И еще это экономический момент. Второй политический момент. Филату сейчас предстоит поехать в Москву обсудить что-то со своим коллегой. Это раз. Два. Филату необходимо готовиться к зиме. Он, премьер-министр, отвечает. Три. У Филата проблемы. Он лидер партии еще. У него проблемы в рамках альянса. Ему необходимо сейчас создать условия, при которых деньги не будут вымываться из страны. А деньги придут в Молдову. Для того, чтобы мы пережили зиму хотя бы. И вот в этой ситуации Влад Филат, вот отсюда его заявление. В этой ситуации он прекрасно понимает, что необходимо начать игру в интересах континентальной элиты. Я имею в виду европейскую континентальную элиту. И здесь он немножко отворачивается от Вашингтона. Посмотрим, чем это закончится. Посмотрим. На сегодня это все. С вами был Корнегрусов Александр и Григорий Петренко. Я в передаче «Судия свободы» на портале Альфа-Ньюс. Спасибо за с вами.